здравствуйте дорогие товарищи вы снова на канале ОМЗАП и мы хотим вам рассказать сегодня об этом автомобиле и о проблемах с которыми клиент к нам обратился обратился он со следующей проблемой у него в движении заглох мотор как оказалось все это происходит естественно не самый подходящий момент у него оборвало ремень грм проехала на этом ремне порядка 100 тысяч причем ты делал регулярно и ничто не предвещало беды поэтому завтра с вами мы будем смотреть что же произошло и каковы последствия обрыва этого ремня будем надеяться что для клиента это будет стоить ремонт минимизируем забыл уточнить одна маленькая деталь этот автомобиль был к нам доставлен на эвакуаторе так как после обрыва ремня грм как правило автомобиль не заводится и самостоятельно не передвигается сейчас мы приступили к разборке и дефектовки двигателя здесь стоит дизельный d4e с обрывом как я уже сказал ремня грм вот наш любезный егор игрович сейчас приступает к разборке и дефектовки чуть попозже мы еще раз подойдем и посмотрим чем же закончилась эта неисправность на этих двигателях обрыв ремня грм почти в стопроцентных случаях приводит к встрече поршней с клапанами что приводит к разрушению двигателя и достаточно дорогостоящему ремонту как правило пробег как составляет от 100 до 120 тысяч но ребята рекомендуют поменять ремень чуть-чуть пораньше для того чтобы не происходило вот этого фатального обрыва и не попадать на такой дорогостоящий ремонт особенно это связано если вы уже один раз заменили этот ремень и ставите либо не оригинальный либо уже покупаете тот ремень который меняете как запчасть вот такие ремни желательно менять чуть раньше чем установлены регламентом срок как всегда кроется в деталях клиент изначально к нам приехал жалобой на обрыв ремня здравствуйте александр к нам в автосервис обратились вы с какой проблемой расскажите пожалуйста в двух словах что случилось с ремонтом двигателя что с ним не заводится я думаю что все последствия они внутри при диагностике оказалось что ремень клиент в другом сервисе где-то уже установил новый соответственно здесь он работает но после установки нового ремня не были устранены последствия встречи клапанов с поршнями а именно после замены ремня грм либо даже перед заменой ремня грм нужно было снять клапанную крышку и проверить состояние газоразвредительного механизма и убедиться в том что там все на месте а оказалось что ребята в другом сервисе поставили новый ремень попытались завести появились стуки глюки машина в конце концов перестала заводиться совсем после этого естественно клиент приехал к нам ну и мы уже сняв клапанную крышку увидели последствия этого неприятного инцидента в данном случае увидели что выпал рокер 3 цилиндра вот он прекрасно себя здесь чувствует лежит отдыхает и гидрокомпенсаторы желательно поменять потому что они просажены вот видите люфт в этом нет в этом тоже зажаты поэтому будем рекомендовать и замене гидрокомпенсаторы нагар достаточно большой и сильный на внутренней поверхности головки сейчас будет выполнена замена рокеров и замена гидрокомпенсаторов после этого заведем двигатель и посмотрим как он работает если никаких скуков и посторонних звуков мы не услышим он будет работать ровно то ремонт на этом будет закончен владелец уедет довольно и счастливый если же нет то тогда продолжим разбирать и дефектовать двигатель для того чтобы до конца убедиться что же там все таки произошло пишите в комментариях как вы думаете обойдемся ли мы в этом ремонте замены только рокеров и компенсаторов либо нас ждет впереди увлекательный ремонт восстановление двигателя будьте внимательны и осторожны особенно при таких поломках как обрыв ремня грм последствия такого обрыва могут быть фатальные для двигателя из-за сильного удара на больших оборотах при большой мощности при разгоне особенно ну вот то ломается тарелка клапана попадает поршень из поршня попадает в блок цилиндров катастрофические последствия ремонт очень дорогостоящий в данном случае мы будем действовать последовательно продолжая диагностику газораспредитного механизма сняли шестерню коленвала ведущую и здесь увидели что течет сальник одной из вероятных причин обрыва ремня послужило то что на него попадало вот это масло которое вытекало из сальника что привело естественно к дальнейшему его обрыву сейчас сальник будет заменен и попробуем завести и проверить что получится после замены гидрокомпенсаторов и рокеров измерили компрессию двигателя оказалось прекрасно и мерили как раз на третьем цилиндре где мы с вами могли наблюдать выскочивший рокер компрессия более чем достаточная соответственно после этого форсунку отнесем на стенд и проверим в ней или дело если в ней тогда будем дальше принимать решение что делать пойдемте посмотрим форсунку как и следовало ожидать стенд показал что форсунка неисправна здесь мы видим красный выделены параметры которые не соответствуют норме форсунку под замену получили новую форсунку ну как относительно она установленная сделано здесь же у нас в компании воензап установлено при этом запечатано все как положено есть даже отчет о проверке форсунки любезный Егор Игоревич у нас сейчас ее установит и произведем запуск двигателя уже посмотрим как он работает и так ремонт нашел до финальной стадии сейчас попробуем запустить и так помолясь ну вот это да шанс один из ста и мы угадали сейчас погасим ошибку и клиент поедет домой счастливый и довольный ну что ж на сегодня мы закончили ремонт этого автомобиля и хочется сказать в завершении что владельцу очень сильно повезло остальным владельцам подобных автомобилей с приводом грм ремнем отметить хочется следующее если вдруг вы понимаете что у вас оборвался ремень на небольшой скорости больше не мучайте двигатель не пытайтесь его завести самостоятельно либо с кача либо с буксира чем меньше после обрыва ремня вы пытаетесь его прокрутить тем больше шансов что у вас двигатель останется целый как вот в данном случае обращайтесь к нам ждем вас в нашем автосервисе а